Скорость, опасность за каждым поворотом и клочья земли, вылетающие из-под колес – все это можно встретить на гонках на выживание. Четвертый этап соревнований прошел на трассе «Казачий дозор» и собрал немало зрителей, как взрослых, так и совсем юных. Ожидаю женщин, что там будет круто, что там будет прикольно, что там будет очень хорошее. Такой экстремальный вид спорта, мне нравится экстрим, я люблю посмотреть, поболеть. Провели жеребьевку, сели за руль и поехали. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Витного, Домодедова, Москвы, Ногинска и Новомосковска. Всего 10 пилотов и только один победитель. Предугадать невозможно, потому что это гонки на выживание, и они в этом и заключаются, что невозможно. Но есть чемпион, допустим, Антон Рыжиков, он часто выигрывает. Но у него может сломаться машина или его в повороте может подбить, допустим, Голобков Константин. Поэтому стопроцентно сказать, что вот Хэмилтон, как в Формуле-1 выиграет, такого нельзя. Многие участники гонок увлекаются этим спортом больше 10 лет. Антон Рыжиков, победитель предыдущих этапов, попробовал сесть за руль болида в 2005-м. Долгое время на гонках он наблюдал за другими участниками и учился. Поэтому сегодня его технике можно позавидовать. Когда ты ездишь в конце пелетона, год, два, три, у тебя есть стимул. Как с мечтой, да, мне нужно вот собраться. А сейчас эмоции получаю от общения, от тусни, от этого. А ну, выиграл хорошо, не выиграл, ничего страшного. Если зимой между заездами все ремонтировали машины, то летом первым делом пилоты идут отмывать шлем от грязи. Ехать по мокрой трассе непросто, но весело, признают Сани. Трасса очень мокрая и грязная, крутит, вертит. Ну, будем надеяться, во втором заезде сейчас трасса, будем надеяться, подсохнет. Будет все лучше в этом случае. Здесь больше такой элемент шоу, то есть экшн, адреналина больше. То есть скорость и быстрое прохождение – это классно, правильное прохождение. Но здесь ломаные траектории, очень часто едешь совсем неправильно, но это классно. Это быстро, это весело. По итогам финального заезда первое место занял видновчанин Константин Колобков, выступивший под номером 76. Призы за второе и третье места достались Сергею Клеменкову и Даниилу Глухову. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. ВидноэТВ. ВидноэТВ. ВидноэТВ.